Гностицизм. Это учение, как высшее духовное, составляло для людей, создавших его истинные религиозные знания, истинные религиозные ведения. В основе его лежали начало греческой философии, иудейского богословия и восточных религий, особенно зороастром. При появлении христианства некоторые из обладавших этим высшим знанием вступили в церковь и, не отказываясь от своих убеждений и смеси их с христианским вероучением, образовали еретические системы, известные под именем гностических. Число их было очень велико, так как каждый более или менее даровитый гностик составлял свою систему, видоизменяя ту, которая держался. Как обладающие единственно истинным знанием, гносисом, гностики в своих системах предлагают безусловное решение всех вопросов бытия и жизни, о мироздании, происхождении в мире зла и освобождении от него. Но решение фантастическое, так как в их миросозерцании фантазия Востока берет перевес над строгостью и последовательностью мысли Запада. Это говорит Смирнов. В апостольские времена первым представителем гностического учения был Симон Волхов, упоминаемый в деяниях апостолов. Он выдавал себя за воплотившуюся силу Божию, спутницу свою, Селену или Елену, за воплощение мудрости Божией. Таким образом, Симон, в отличие от других ересей учителей, не только распространял смешанные языческие иудейские и христианские понятия, но сам принимал на себя роль божественного посланника. На самом деле, он был фокусником и шарлатаном. Во II и III веках его именем называлась небольшая партия еретиков-гностиков, а в IV веке именем Симонии обозначали приобретение за деньги благодатного иерархического служения в церкви. Как известно, Симон за деньги хотел купить у апостолов благодатную силу Святого Духа через рукоположение. Подобным ему был ученик его Менандр, утверждавший, что он есть посланник Верховной Божественной Силы, страница 58. Еретик того же времени Керинф пытался уже образовать еретическую гностическую систему. Керинф был иудеем из Александрии. Он смешивал гностицизм с эвионитством. По началам гностицизма он учил, что творение видимого мира совершено не Богом, а низшим духовным существом, демиургом. Что до появления христианства всесвершенный Бог был неизвестен миру. Что открыл его миру Мессия, Вышний Христос, Божественное Слово, который во время крещения в виде голубя сошел на человека Иисуса и оставил его во время страданий. А вместе с эвионитами он признавал Иисуса Христа простым человеком, родившимся естественным образом от Иосифа и Марии, и разделял надежды эвионитов на земное тысячелетнее царство Мессии, когда воскреснет человек Иисус и соединится с Вышним Христос. Коринф некоторое время жил и действовал в Эфесе, когда там же пребывал Иоанн Богослов. Общество своих последователей он основал главным образом в Малой Азии, оно держалось до IV века. Это все по словам Смирнова. Из апостольского века известны еще еретики Докеты и Николаиты. Докеты под влиянием восточных языческих воззрений на материю, как назло, никак не хотели допустить воплощение Бога Слова, поэтому утверждали, что воплощение Иисуса Христа было призрачное, что он только казался страждущим и прочим. Апостол Иоанн Богослов сильно вооружался против Докетов в своих посланиях и особенно настаивал на пришествии Иисуса Христа воплоти. Евангелие от Иоанна, глава 4, стихи 2-3, 3 послание Иоанна, глава 7. Николаиты под влиянием тех же воззрений на материю, как назло, развили практическое учение о необходимости умышлять плоть и возвышать свободу духа. Только умышление плоти и возвышение свободы духа над плотью проявлялось у них распутством. Во II веке Николаиты приурочивали свое происхождение к Николаю, пришельцу антиохийскому, диакону Иерусалимской церкви, жизнь которого обезображивали нелепым образом. Но на самом деле, по объяснению Иоанна Богослова в Апокалипсисе, глава 2, они держались учения Валаама, который научил Валака вести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они любодействовали. Страница 59. Из еретических мыслей гностического характера, высказанных отрывочно еретиками апостольского времени, во II веке развились цельные гностические системы. Исходным пунктом миросозерцания большей части гностиков был дуализм. Основными началами бытия и жизни они признавались с одной стороны верховное существо, или высочайшего духа, с другой – материю. Верховное существо они представляли самостоятельным, независимым началом света и добра, источником духовной жизни. Как источник духовной жизни, оно, по мнению их, производит из себя через истечение, эманации, множество духовных вечных существ, которые составляют всю полноту бытия, почему в совокупности их и называется плеромою. Материя, наоборот, у гностиков, представляется как самостоятельное, независимое начало чувственной материальной жизни и зла. В основных взглядах на начало своей системы гностики были согласны между собою, только в понятиях о свойствах материи расходились. Одни, сообразно учению Платонова и философии о материи, как несущие, видели в ней мертвый хаос, безжизненное, недеятельное начало. Другие, сообразно учению религии Зороастра об Аримане, видели в ней живое и деятельное начало зла. Отсюда гностики распадаются на два класса, на гностиков Александрийских, усвоивших первое воззрение, и гностиков Сирийских, усвоивших второе. Дальнейшее их миросозерцание при сходстве в существенном, развивается также в двух главных направлениях, сообразно тем или другим взглядом на материю. По представлению Александрийских и Сирийских гностиков, видимый мир, космос, в котором проявляются духовные и материальные начала, произошел из смешения духовного мира с материальным, или плееромы с хаосом. Но самообраз смешения они представляли различно сообразным взглядом на материю. Александрийские гностики учили, что один из эонов, далеко отстоящий от своего источника, вследствие своей слабости, оторвался от плееромы и упал в материю, или, по учению Валентины, частица последнего светлого эона, вследствие полноты света, в плеероме истекла в материю. Сирийские утверждали, что один из крайних эонов, постоянно находившийся в борьбе с материю или царством сатаны, наконец был поглощен ею. Так или иначе, слившийся с материю и он, как дух царства света, порядка и гармонии, старается в области материи установить стройное течение жизни. Он делается творцом, демиургом, видимого мира, в котором соединяют вместе элементы духовные и материальные. Здесь, по представлению гностиков, лежит начало зла в мире. Именно в противоположном и враждебном отношении элементов материальных с духовными. Только по представлению александрийских гностиков, духовные элементы или добро берут перевес над материальными или злом, так как материи вследствие своей безжизненности противодействуют духу только как масса, а не как живая самодеятельная сила. По представлению же сирийских гностиков, наоборот, материя или злом, так как она есть живая деятельная сила, берет перевес над духом или добром. Далее, по учению тех и других гностиков, вся мировая жизнь проходит в постоянной борьбе духовного и материального начала добра и зла. Причем дух стремится освободиться от усматерии, а материя удержать его. Что касается отношения Демиурга к миру, то по представлению александрийских гностиков, он старается помогать добру в борьбе со злом, для чего избирает себе один народ иудейский, которому сообщает в Моисеевом законе хорошие правила и полезные учреждения. По представлению сирийских гностиков, напротив, Демиург, так как он, будучи покорен царством зла, действует под влиянием его. Невольно помогает больше злу, так что все действия его, в иудействе или то, или в язычестве, направлены к удержанию духа в узах материи. Таким образом, александрийские гностики, в противоположность сирийским, признавали за иудейской религию благотворное значение в освобождении добра от зла, и даже видели в ней приготовление к окончательному освобождению первого от последнего. В этом последнем пункте, то есть в учении об освобождении добра от зла или духа от уз материи, гностики входят в соприкосновение с христианством и обезображивают его учения. По их представлению, верховное существо, чтобы дать торжество духу над материю, или, как учили сирийские гностики, чтобы разрушить злое царство Демиурга, посылает в мир своего верховного эона, который по александрийским гностикам при крещении соединился с человеком Иисусом и при страданиях оставил его, а по сирийским принял только вид человека, не будучи им на самом деле докетизм. Этот эон сообщил людям гносис, то есть открыл им, что они духовного божественного происхождения, и указал средство освободиться от материи. Вся деятельность этого божественного посланника или Христа тем и ограничивалась. Смерть его не имела у гностиков никакого значения, так как по александрийским гностикам страдал человек Иисус, а по сирийским божественный эон только казался страждущим. Христос сообщал людям двоякое учение. Избранным преподавал духовное учение, которое и имеют гностики, как люди по преимуществу духовные, а чувственное всем вообще людям, которое заключено в книгах Священного Писания и которое содержит вся христианская церковь. Страница 61. Средства к освобождению от зла, сообщенные Христом и сохраняемые гностиками, это возвышение духа над материю при руководстве гносиса, борьба с нею и, наконец, действительная победа духа при посредстве аскетизма. Сирийские гностики преимущественно предалександрийскими рекомендовали аскетизм как средство к уничтожению материи и освобождению от нее, запрещая употреблять мясо, вино и прочее, и особенно вступать в брак, так как все это есть служение сатане. В некоторых сектах сирийского гносиса аскетизм сменился нравственную распущенностью, что, по мнению сектантов, также вело к поруганию и уничтожению материи. Для таких еретиков всякий нравственный закон представлялся только ограничением свободного духа, переходящую в форму, которая не должна стеснять человека, достигшего высшего гносиса. Еретики, державшиеся подобных взглядов, составляют разряд гностиков-антиномистов. Последним актом мировой жизни по представлению всех гностиков должно быть восстановление всего, то есть восстановление первобытного дуализма, причем духовный элемент сольется своим источником, а материя обратится опять в состояние хаотическое, из которого была вызвана. Это все по Смирновым. Из представителей александрийского гносиса наиболее известны Первое. Василит, родом из Сирии, основавшая свое еретическое общество в Александрии около 125 года. Василидиани существовали главным образом на Западе до IV века. Второй – Валентин, родом иудеи из Александрии, принявший христианство. Три раза его отлучали от церкви. Секту основал на острове Кипре, где умер около 160 года. Последователи его назывались Валентинианами и существовали в IV веке и даже позднее. Из представителей сирийского гносиса более замечательный первый Тациан, родом из Осирии, ученик святого Иустина-философа после смерти Коева, возвратившись на восток, уклонился в ересь. Он проповедовал особенно строгий аскетизм, запрещая употребление вина даже в Евхаристии. Его последователи получили название «энкротитов», а вследствие употребления одной воды при совершении Евхаристии – «идропарастов» – «аквариан». Второй – Маркион, сын синопского епископа. За агностицизм, по преданию, сам отец отлучил его от церкви. Маркиониты широко распространились в разных странах и держались до VI века. Третий – Карпократ, родом из Александрии, где основал секту. Его сын Епифаний распространил ее еще на острове Кефалонии. Система его принадлежит к антиномистам. К последним принадлежат секты антитактов, или адамитов, и офитов, с разросшимися из нее партиями сифитов, каинитов и прочих. Страница 62. Вторая.